Аномальная жара не спадает в Канаде. В центральной части Британской Колумбии зафиксировали температурный рекорд плюс 50 градусов. Таких аномальных здесь не было после последних 85 лет. Это не могло не отразиться на здоровье местных жителей. За 5 дней скончались около 500 человек. Врачи предполагают, что именно жара стала причиной такого резкого скачка смертности. Власти закрыли местные школы и университеты. Большинство людей не думают о жаре, как о убийце. Но это так, доказательства человеческой жизни. Люди должны понимать, что чрезмерное нахождение на солнце может серьезно навредить их здоровью. Нужно повышать осведомленность среди населения. Зной уничтожает и сельскохозяйственные посевы. А ведь Канада – один из крупнейших в мире производителей пшеницы и рапса. Также жара стала причиной лесных пожаров. Самое крупное возгорание произошло в районе озера Кампулус на площади 200 квадратных километров. Спасатели эвакуировали местных жителей. В ликвидации огня участвовали десятки пожарных и авиация. В долгосрочной перспективе это означает, что объем урожая не достигнет среднего показателя. Возможно, он будет даже намного ниже. Сильная жара стала причиной смерти свыше 60 человек в американском штате Орегон. Температура воздуха там преодолела отметку 45 градусов. Для жителей, привыкших к умеренному климату, такая погода стала губительной. В скорую поступают сотни звонков, в основном от людей преклонного возраста. Спасти всех врачам не удается. В последние несколько дней мы видим увеличение числа госпитализаций из-за жары. Единственное, с чем можно сравнить этот рейский скачок – это первые дни пандемии COVID-19. Из-за аномальной жары перебои в системе электричества возникли в Ираке. Страна уже много лет страдает от периодических отключений электроэнергии, что чаще происходит в жаркие периоды из-за сильнейшей нагрузки на устаревшие и местами полностью вышедшие из строя сети. По подсчетам специалистов, Ирак вырабатывает 19 тысяч мегаватт электроэнергии и при необходимых 30 тысячах. Также частые линии электропередачи подвергаются атакам боевиков. Солнце печет с ужасной силой. Мы остались без света. Мы не можем подключить даже вентилятор. 48 градусов не каждый выдержит. Спасаемся от жары у бассейна. А в Европе знойная погода стала причиной подорожания электричества. В среднем плата за счет увеличилась на 100 евро. Связано это с тем, что жители стали больше использовать кондиционеры, вентиляторы и холодильные камеры. Соответственно, вся нагрузка легла на местные ТЭС. Увеличились выбросы углекислого газа. Это, в свою очередь, влияет на стоимость энергии и рост цен на выбросы углекислого газа, сейчас достигающих 55 евро за тонну. Не спадает высокая температура и в Греции. Там из-за жары власти на 10 дней закрыли древний греческий город Акрополь. Там столбики термометра поднялись до 40 градусов Цельсия. В целях безопасности правительство ограничило работу культурных объектов и музеев. Для посетителей они открыты с часу дня до пяти вечера. Представители Минздрава просят местных жителей по возможности оставаться дома. Очень жарко и надо надевать маску. Мы не знаем, как работать в этом случае. Это просто невыносимо. Моя работа связана с туристами. Мне нужно набраться терпения. От этой погоды невозможно работать. По словам ученых, одна из причин аномальной жары во многих странах мира – глобальное потепление. При этом эксперты уверяют, что государства не смогут справиться с этим по отдельности. Для этого нужны общие усилия всего мирового сообщества. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово вам. Спасибо за интересный обзор. С Международным блоком была моя коллега Асель Жанберши.